В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Сегодня, как и планировали, подсчитываем жертв новогодних каникул. Смотрите прямо сейчас. Алкоголики – наш профиль. Что говорят в своё оправдание водители, пойманные пьяными за рулём? А чего терять? Прав у меня всё равно нет, у меня разве я их не получал. Не получал права? Нет, не получал. Не смог вернуть долг у знакомого и решил отомстить его автомобилю. В Александре Невском пойман поджигатель. Там стояла машина, обрел колесо, кинул спичку и пошёл домой. В День российской печати в городе появилась мемориальная доска мэтру язанской журналистики Валерию Майорову. Как и положено, после многочисленных возлияний в затяжные новогодние праздники начнём с философии. И это одна из самых известных московских достопримечательностей – памятник пьянству за рулём. Огромная 12-метровая бутылка, наполненная разбитыми автомобилями, с надписью, которую почему-то помнят исключительно трезвенники. Выпил – не заводись, разобьёшься. Это своего рода протест жителей в лице архитекторов и заявлений всему мировому сообществу. Россия пытается и намерена решить интернациональную народную проблему пьянства за рулём не только на законодательном уровне, но и путём изменений в культурной и социальной сферах жизни граждан. Рязанские водители кутить начали ещё до Нового года. Кто из гостей сразу за продуктами, кто на радостях с подарками, кто просто за компанию. Было зарегистрировано на территории области за 11 дней 24 таких ДТП. 10 человек в этих ДТП получили травмы. В то же время, можно сказать, что и сотрудники ГИБДД предотвратили немало возможных трагедий. Ими было задержано около 200 нетрезвых водителей. Многие задержанные водители отказались от медицинского освидетельствования, видимо, рассчитывая, что так их вину будет доказать труднее. Хочется спросить, что и кому будут доказывать те, по чьей вине погибли или получили травмы люди. В этой аварии, к счастью, пострадали только машины, но в рейтинге происшествия она заняла не последнее место, потому что одна из них патрульная. Не учёл габариты, а может, вовсе не заметил полицейской машины на дороге 44-летний житель Чучковского района. Обгон превратился в ДТП. Водитель легковушки, разумеется, пьян. Куда ехали-то? Домой ехал. Домой откуда? С Привовского ехал. С Привовского домой ехали? Или за вином ехали? Нет, домой. Домой, да? То есть это с Нового года вы так еще не отошли? Домой ехал. Домой. А сколько выпилили-то? Ну, я сегодня не пил. Вообще не пили? Да. Ничего? Вообще. А этот мужчина и вовсе поставил госавтоинспекторов в тупик. Те искренне засомневались, что дело только в алкоголе. Редко кто из водителей рассудительно и доверчиво сам рассказывает о своих нарушениях. Уж не баловался ли чем покрепче? Виноват немножко, усугубил. Чего усугубил? Спиртные напитки. Все с праздничкой. Когда? Час назад. Полчаса назад. Может, бед так. Водительскую... Смеешь, смеешь или ничего? Ну, командир, праздник, блин, вот так вот все произошло. Водительскую не имею. Что-то подозрительное. Подлыхнет. Пахнет. А машина че? Машина... Я... Ну, как... Страховка без ограничений, без ограничений, да. Спустя несколько минут выясняется причина такого спокойствия. Это настоящим водителям пьяным за руль нельзя. А он вроде как и ни при чем. А чего терять? Правки у меня все равно нету, ни разу я их не получал. Не получал права? Нет, права не получал. Как реагировать и какими мерами воздействовать на таких людей, когда взрослый, далеко не глупый человек объясняет свое поведение занятостью. По его словам, жена, ребенок и многочисленные заботы так и не позволили после обучения в автошколе получить права и ездить законно сколько душе угодно. По вине пьяных водителей с огромным стажем вождения ежегодно погибают тысячи людей. Чего ждать от таких любителей приключений? Неужели главное не попасться на глаза инспектору? Для этого задержанного, как и для многих, машина похожа дом на колесах. Но и вероятность лишиться средства передвижения и временной крыши над головой водителя не остановила. Все равно напился и сел за руль. Не пить за рулем, чтобы потом не пришлось гадать, выдаст или нет алкотестер. Как будто кроме малюсенького устройства никто больше не заметит бессвязной речи, неуверенной походки и неспособности мыслить и действовать трезво. Что не показалось, что ли? Ну, только анализируется. Содержание алкоголя 1,229 миллиграмм на литр. Видите, как я понимаю? Чуть не умер, да? Последнее заявление не лишено смысла. Вот только гробить свою жизнь пьяные водители в одиночку не любят, предпочитают массовость и зрителей. Многие активисты настаивают на дальнейшем ужесточении наказания за пьянство за рулем. Почему, собственно, добропорядочные граждане должны страдать из-за чужих пагубных привычек и постоянно думать, кто влетит в них на повороте или сделает инвалидом? Этот видеоряд специально для тех, кто за несколько минут не услышал ничего, кроме нравоучений. На месте жертвы может оказаться абсолютно любой. Довольно часто невнимательность водителей и плохие дорожные условия приводят к страшным последствиям на дороге, когда уже раненого в ДТП человека еще раз переезжает другой участник дорожного движения. Похожая история произошла 10 января на трассе Резан-Ряжск. В Кювете оказались автомобили Киа и Хюндай. Водители иномарок остались на обочине проезжей части, ожидая технической помощи. В это время 27-летняя жительница Московской области на Форд Фиеста не справилась с управлением и насмерть сбила 47-летнюю женщину водителя автомобиля Хюндай, а затем врезалась во вторую машину. К счастью, ребенок, находившийся в салоне автомобиля Форд, получил небольшие травмы, хоть и перевозился без детского кресла. Зима предоставит еще немало сюрпризов, учитывая, что она каждый день меняет настроение и за считанные часы превращает лужи в гололед. Будьте осторожны на дороге, независимо от того, в каком положении вы находитесь – водителя, пассажира или пешехода. К другим темам. Протокол исследователей в новогодние праздники тоже можно составлять под копирку, меняя всего лишь имена участников и количество нанесенных ножевых ударов. Последствия выходных – семь уголовных дел, либо убийства, либо покушения. Так, в первый же день 2015 года в одном из домов поселка Каширин Александра-Невского района было обнаружено тело 53-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Главным подозреваемым стал знакомый погибшего, и не только этот гость преподнес неприятный новогодний подарок. В Милославском районе в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух женщин 92-го и 66-го годов рождения. Но, как выяснилось, не стихия стала причиной гибели, а местные жители. По версии следствия, молодые люди пришли в гости к своим знакомым. В ходе распития спиртного между одним из пришедших и девушкой произошла ссора, в результате которой подозреваемые стали избивать последнюю, а также находившихся в доме и распивавших вместе с ними спиртные напитки женщину и мужчину. После избиения злоумышленники подожгли дом вместе с находившимися в нем людьми и скрылись. Пострадавшему мужчине удалось выбраться, а вот хозяйки остались внутри. Еще одно происшествие произошло в другом Рыбновском районе. Там был зарезан 65-летний мужчина. Все подозреваемые задержаны и ответят за свое преступление по закону. Не отдыхали в праздничные дни и сотрудники управления госнаркоконтроля. За выходные они изъяли более 15 килограммов наркотиков. В ходе расследования уголовного дела в отношении гражданина Таджикистана, который как раз обвинялся в сбытии героина и находился под арестом, оперативники узнали про очередной тайник. Незаинтересованный прохожий не обратит и внимания на небольшой бугорок под снегом. Это и есть закладка. В пластиковой бутылке находился героин массой 115 граммов. Еще один наркопритон закрылся в Рязани на улице Бирюзова. Его содержали 41-летняя женщина и ее 24-летний знакомый. Когда в гости нагрянули оперативные сотрудники, в квартире уже было многолюдно. Хозяева принимали сразу пятерых дорогих посетителей. Все они неоднократно привлекались и к уголовной, и к административной ответственности. Товар – синтетический наркотик, производный N-метилофедрона. В списке наркополицейских уже 41 преступление. Сбыт, содержание притона, контрабанда сильнодействующих веществ. И это только первая декада января. Не смог вернуть долг у знакомого и решил отомстить его автомобилю 54-летний житель рабочего поселка Александр Невский. Пострадавший, как обычно, припарковал свою иномарку во дворе, а позже обнаружил обгоревшее заднее колесо и часть кузова. Поймать хулигана помогли внимательные местные жители. Оказалось, ранее судимый мужчина специально подготовил банку с горячей жидкостью и действовало спланированно. Там стояла машина. Обрил колесо, кинул спичку и пошел домой. Какое наказание грозит задержанному, пока неизвестно. И в заключении хорошая новость. 13 января рязанские журналисты отметили День печати не только поздравлениями в адрес коллег, но и знаменательным для всего региона событием. В городе появилась еще одна мемориальная доска мэтру рязанской журналистики Валерию Майорову. Этот человек стал легендой еще при жизни. Актер, телережиссер, ведущий, автор многочисленных проектов и учитель. Валерий Майоров один из тех, кто стоял у истоков зарождения рязанского телевидения. Им восхищались, у него учились, его ругали. Для журналиста это самое главное. Значит, смотрели, слушали и делали выводы. Когда в фильме есть суть, есть за что зацепиться, чтобы что-то поменять в своей жизни, о чем-то вновь задуматься. Мемориальная доска появилась на фасаде средней общеобразовательной школы номер 11. В конце 70-х именно из этих стен вышел молодой и амбициозный выпускник Валерий Майоров. По словам директора образовательного учреждения, уже скоро в местном музее появится и новая экспозиция. Тем более, что один из главных экспонатов уже есть – хрустальный журавль. Эту награду вот уже несколько лет ежегодно получают десятки лучших журналистов региона. Валерия Майорова удостоили ей посмертно. Награду передал школе один из друзей и соратников журналиста Николай Плетнев. Валерий Майоров для нас, для всех – это эпоха. Это эпоха в рязанской журналистике и особенно в тележурналистике. Он заряжал и пробуждал интерес к профессии, всегда искал новую подачу и неожиданные режиссерские ходы. А потому в этот день искренне радовались событию и коллеги Валерия Майорова, и те, кто поработать с ним уже не успел. Сама дата День печати, а точнее предпосылки, появились несколько веков назад в 1703 году. Тогда в России по указу Петра I вышел в свет пилотный номер российской газеты «Ведомости». Точнее, «Ведомости о военных и иных делах, достойных знаний и памяти, случившихся в московском государстве и военных окрестных странах». Распоряжение о первой подписке на периодические русские и иностранные издания пришлось ждать почти 170 лет. А уже к 1914 году в России выходило свыше 3000 периодических изданий. Мы, журналисты, говорим публике, куда прыгнула кошка, дальше публика уже сама занимается кошкой. Так когда-то охарактеризовал представителей второй древнейшей профессии владелец медиагиганта «Нью-Йорк Таймс» Артур Сульцбергер. Кто-то обходит нас десятой дорогой и называет журналюгами, другие же боятся портить отношения и всячески стараются попасть в объективы видеокамер или фотоаппаратов. Просятся на съемки программ и на интервью. Сегодня любое маломайски значимое событие проходит под пристальным вниманием прессы. А самих средств массовой информации стало столько, что поток новых тем и проектов не иссякнет никогда, пока есть повод о чем-то рассказать. Это все главные криминальные события и темы минувшей недели. Если вы стали участником или свидетелем преступления, обращайтесь в нашу редакцию по телефону 720020 или 720021. Или оставляйте свои вопросы и комментарии на сайте город62.tv. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин